Седьмой класс, 24 серия. Определение параллельности прямых. Две прямые на плоскости либо пересекаются, в таком случае они имеют одну общую точку, либо не пересекаются. В таком случае они называются параллельными прямыми. Итак, две прямые на плоскости называются параллельными, если они не пересекаются. Параллельные отрезки лежат на параллельных прямых. То есть если прямая А параллельно прямой В, отрезок АВ принадлежит А, отрезок СД принадлежит В, в таком случае отрезок АВ параллели на отрезку СД. Итак, два отрезка называются параллельными, если они лежат на параллельных прямых. Первая задача. Дан треугольник АВС, АД и СЕ его бисектрисы. Давайте построим треугольник АВС. Обозначим вершины А, В и С. АД – бисектриса. Так, и вторая бисектриса СЕ. Бисектриса делит угол пополам. СЕ. Так, точка пересечения бисектрис – это точка О. Надо ответить на вопрос, параллельны ли отрезки ОЕ и СД. То есть отрезки параллельны в том случае, если они лежат на параллельных прямых. Вот прямые эти будут параллельны или нет? Так вот, эти прямые не будут параллельными, потому что они пересекаются в точке С. Точка С – это точка, которая принадлежит и прямой ЕО, и прямой СД. Значит, они прямые пересекаются, значит, отрезки не параллельны. Вторая задача. Дан треугольник АВС. Причем этот треугольник равнобедренный. Боковые стороны АВ и ВС равны. Угол ВСЕ – внешний угол треугольника. То есть это угол, который является смежным углу ВСА. СД – его бисектриса. То есть СД, луч, делит угол ВСЕ пополам. Так, известно, что угол ВАС – 80 градусов. Параллельны ли прямые АВ и СД? Итак, углы при основании равнобедренного треугольника равны. Значит, их градусная мера будет по 80 градусов. Это свойство равнобедренных треугольников. Значит, если 80 градусов, угол ВСА, значит, смежный с ним угол, а это внешний угол треугольника, будет иметь градусную меру 100 градусов. Бисектриса делит пополам. Угол, значит, СД, СЕ – 50 градусов. Итак, здесь будет угол 50 градусов, а угол при основании равнобедренного треугольника – 80 градусов. Прямые будут пересекаться, потому что, действительно, если построить прямую, проходящую через точку АВ, продолжить ее, и прямую, проходящую через точку СД, эти прямые пересекутся, и получится треугольник, у которого углы… Значит, вот этот угол будет… Это он является смежным. Этот угол будет 100 градусов. Здесь будет угол 50 градусов, потому что это вертикальные углы. Ну, и третий угол треугольника будет 30 градусов. То есть прямые пересекаются, будут иметь общую точку, значит, они не параллельны. Третья задача. Прямые А, В и С – попарно пересекающиеся прямые. Так, это прямая А, это прямая В и прямая С. Они попарно пересекаются. Вот у них есть точки пересечения попарно пересекающихся прямых. Кроме того, есть еще прямая Н, которая параллельна С, и прямая М, параллельная прямой А. Параллельные прямые не пересекаются. На сколько частей делят плоскость эти прямые? Так, ну, давайте сосчитаем. Прежде всего, будут части, имеющие конечную площадь, а не ограничены этими прямыми. Давайте сосчитаем, сколько таких частей. Раз, два, три, четыре. Вот эти части имеют конечную площадь. И еще будут части плоскости, которые имеют бесконечную площадь. Давайте сосчитаем эти части. Сколько их будет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Значит, четыре до десять – четырнадцать. Ответ в этой задаче – четырнадцать. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...